Доброе утро! Сегодня уже четверг, наверное, 27 октября. И я только пришло приехала с нашей встречи в церкви, где мы с женщинами собирались сегодня, и как бы был Bible study. И мы проходим одну книгу, которая написала Джойс Майер. Я бы хотела немножко поделиться моими мыслями, что я сегодня взяла с этого урока. Короче, книга, вот, Джойс Майер, Butterfield of a Mind, значит, переводится «Борьба нашего ума», или, может быть, «Война в нашем разуме», можно так сказать. Она написана также и на русском языке. И мы, я уже прочитала три главы, и сегодня у нас уже было второе занятие в церкви, когда мы проходили, проходили также видео, смотрели, когда она это в подробности все объясняет, первые главы, и после этого у нас был разговор. И, короче, я очень довольна, и слава Богу, что я могла быть на этой встрече, и Бог проговорю к моему сердцу. Потому что, действительно, какая-то важная тема – борьба в нашем разуме. Какая-то важная тема в нашей жизни, даже я говорю к себе, к моей жизни. И Джойс Майер говорит, что «Как ты себя настроишь на день?» Или, например, «Какие мысли у тебя будут, из этого будут исходить твои дела?» И я так думаю, действительно, правда. Действительно, как и в Библии написано, «От избытка сердца говорят уста». И, действительно, наш, это всё начинается с наших мыслей. Как мы думаем, и наш разум. И также она ещё говорит, это каждодневная борьба и каждодневный выбор, что ты выбираешь быть как бы в хорошем настроении. Ты выбираешь, что твои мысли будут правильны сегодня. Но это не так уж и легко, потому что в жизни случаются разные проблемы, и в жизни случаются разные обстоятельства. Но всё-таки можно победить, даже если у человека есть негативное мышление, если у человека есть какое-то зло в мыслях или даже в сердце, можно победить это. И она говорит, что Бог даёт силы, Бог даёт стремление. И через Духа Святого она нам говорит и научает, как правильно поступать. И очень часто это зависит от наших мыслей, от глубины нашего сердца, и как мы ещё себя настраиваем. И как она приводит пример и говорит, даже если ты ещё не успел встать утром с кровати, ты даже очень часто, особенно женщины, у них постоянно крутится в голове что-то, и они уже себя настроили на этот день. Какой будет день? И уже даже у меня так часто бывает, что я уже думаю, окей, значит, как сегодня будет. Вот дети так будут поступать, вот это так случится, вот я позвоню куда-то, и со мной так будут разговаривать. И я уже сама себе настраиваю, например, на что-то негативное, на что-то плохое. Даже это ещё не случилось. Но уже в моих мыслях начинаются вот эти дела. Потому что мысли, как они быстро пробегают, и как быстро действительно, какую важную роль они имеют в моей жизни. И я очень, конечно, довольна, что сегодня утром могла быть сегодня. Очень даже довольна, что утром сегодня могла быть на этом общении. Где-то было, наверное, 15 человек. И так же у нас проходит общение для мамы дошколят, и тогда собирается больше людей. Ну, когда у нас учение по Библии, и как раз мы затрагиваем эту тему, приходит немножко меньше людей. Но это очень, очень, конечно, даже помогает. И как важно иметь общение, действительно. Как важно общаться с другими людьми, которые, может быть, даже идут через те же самые трудности, проблемы, которые ты идёшь в твоей жизни. Да, вот такие дела. Так что сегодня буду думать только хорошее. И как ещё, как я уже говорила, наверное, что мы это выбираем. Мы выбираем наши мысли. Мы должны выбирать думать хорошее. Мы должны настраивать себя на хорошее. Потому что намного будет легче тогда проходить через наши проблемы и жизненно жить на этой земле. Всё начинается с наших мыслей. Вот. Советую, конечно, эту книгу. Мне очень нравится. Очень легко читается книга. Butterfly of the Mind. Как точно по-русски переведётся я это потом, наверное, пишу внизу видео. Вот. Хорошо. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!